Дорогие гости, всем привет! Это программа ДВР. Присаживайтесь, Тим. Сегодня у нас в гостях, Тимофей Шатров. Тимофей, представьте, пожалуйста. Тимофей Шатров. 27 лет, среднее образование, не специальное. Всю жизнь связываю с рестораном. Ресторанная сфера, в ресторане, все в ресторане. Как я понял, раз ты на этой программе, ты верующий человек, это так? Да, стараюсь. В чем проявляется это в твоей повседневной жизни, как это отражается на тебе, на окружающих? Как говорил мой отец, главное, одно из главных призваний по жизни, это надо любить ближних. И я думаю, что одно из таких ключевых, то, что я делаю в жизни, я считаю, что это, я показываю людям, что я верующий, это то, что я люблю людей, я никогда их не обманываю. Ну вот, то есть такого у меня нету, что там ходишь по улице, кайтись, кайтись, а верующий. Такого у меня нету, вот, но именно отношением к жизни, к людям, я думаю, что этим в первую очередь демонстрирую свою веру. Чуть-чуть давай окунемся в твое детство. Расскажи про то, как проходило, может быть, твое воспитание, какие-то жесткие моменты, которые, ну, закаляли тебя, может быть. Ну, вообще, твое отношение в жизни тогда, чуть-чуть углубимся в это, наверное. Ну, ходить в школу меня учила мама, просто учила. Да, поэтому, по этой вот дорожке меня мама больше вела. А в плане, наверное, вот как раз отношение к людям, в общении, как строить свою жизнь, как строить себя, это отец. То есть какие-то там с ним встречи, общения, какие-то один на один он рассказывал. То есть такая, то есть когда в школу там ходишь или плохо учишься, это все мама, когда общаешься с людьми там и так далее. Это все. А как вообще складывались свои взаимоотношения с людьми вообще в школе? Тебе легко было там социализироваться и знали ли они, что ты верующий? Да, конечно, знали. Так я был, наверное, человек такой простой и открытый, то, в принципе, не было легко об этом общаться с людьми, ну, с моими там одноклассниками, там, кто в школе учился, вот. Опять же, не было такого прям резкого, что ходите со мной в церковь, но какие-то предпосылки их позвать всегда были, вот. Ну, так то мне было, в принципе, комфортно общаться с людьми, которые знали, что я верующий. Каким ты был? Забиякой, может быть, не знаю, тусил, дрался. Это про школу? Ну, вообще, да, про время твоей молодости. Хотелось бы сейчас время делать? Да, я был, да, я был такой, я вообще не любил учиться, очень не любил, был постоянно веселый, школу прогуливал только так, но учителя всегда одну и ту же фразу повторяли, говорит, Тимофей, там, педсовет и все это, говорит, мы тебя не можем ругать, ну, не можем, потому что ты хороший, вот мы тебя вызовем поругать, а смотрим на тебя, ну, то есть я никогда там учителям не делал зла, то есть я с ними всегда был уважителен, всегда их там, ну, почитал, но учиться не любил, ну, то есть такой был. Какой самый нехристианский запоминающийся поступок ты совершал? Это не поступок, это череда поступков, скажем так, поподробнее. По черному брал деньги у родителей. То есть воровал? Да, прям вообще, у меня был период такой, мне лет 15, и вот я тогда помню, прям, начинал, там, с 500, там, с 1000, потом могут десятку взять, там, на киношку, там, друзей всех, погнали все в кино, там, в МакДаксик отвезти, да, это было жестко. За это ты раскаялся уже, не надеюсь? Да, я раскаялся, больше так не делаю, вот, в принципе, нет надобности. Они тебе просто дают их. Ну да. Куда вообще, какие ты видишь цели у тебя на вот этот год, в чем ты бы хотел вырасти за этот год? Мне очень, такой из пастора один, я думаю, что многие знают, Павел Рындич, и он в проповедях часто упоминает такую фразу «мало-помалу», и у меня, сколько я уже занимался, там, своим делом или где-то работал, я постарался что-то все время форсировать, что-то, быстро-быстро, там, давайте, это, там, я молодой, ну, давайте будем делать, ну, и проваливался. Сейчас у меня вот такой двадцатый год, это, наверное, такое, чтобы постепенно налаживать новую такую, скажем так, веку жизни, все делать спокойно, постепенно, поступательно. Такой двадцатый год, и там, такой, моего пере… Осмысление, да? Да, переформирование меня, и вот такой вот, мало-помалу будут двигаться в разных направлениях своей жизни. Это направление тебе задали родители, это больше твое? Ну, я больше, я больше сам к этому пришел. Понятно, что родители, они всегда, как родители, они помогают нас, там, нас наставляют, но, как я считаю, что все равно человек, пока сам к этому не придет, ты хоть что с ним делай, он не будет этого делать. Ты сейчас сам родитель, у тебя есть дочь, как мне известно, так ли? Есть, да, есть одна доченька. Расскажи, как ты вообще изменил свою жизнь с появлением дочки, какие пришли новые вызовы, что это за время? Мне очень понравилась, есть такая фраза, говорит, хочешь понять, как тебя любит Бог, заведи себе ребенка. Потому что то, как ты любишь ребенка, ты понимаешь, что Бог еще сильнее любит. То есть вот здесь у меня тоже, наверное, такая была сдвиг парадигмы, когда я видел свою дочку первый раз и вообще сейчас, когда там она балуется, ты ее прощаешь, и ты понимаешь, что Бог так же тебя прощает, он тебя так же любит, только еще сильнее. Это, наверное, такое самое сильное переживание было у меня, такое откровение с ребенком. Настроение завести ребенка. Да, скорее. Это хороший момент. Какой бы ты дал совет, вот, может, прямо на ту камеру, какой бы ты дал совет родителям и детям? Два совета нужно отдать. Родителям. У меня опыт еще маленький, но… Родителям. Или, может, начать с детей. Да, давайте детям детям легче, этот совет. Я еще сам ребенок считаю ребенком. Не бойтесь оступаться. Делайте, делайте, делайте. У вас может не получаться, что-то не так. Всегда знайте, что родители вас любят, Бог вас любит. И вы всегда можете положиться и на Бога, и на родителей. Поэтому действуйте. Ну, как говорится, делайте все, кроме греха. Это еще и предпринимателям совет сразу же и всем еще. Да. А родителям? Родителям надо, наверное, понять, что ребенок хочет, что ему надо давать ему это. Стараться. Понятно, что родители тоже… Их никто не учил быть родителями, как меня. Я вот появился ребенок, и вот я родитель. Но я не ходил в школу. Как быть родителем? А какие вот сейчас можешь дать сразу советы по тому, ну, какие вот ты видишь в воспитании моменты, которые необходимы сейчас? Ну, там… Не знаю. Я вот даю любовь ребенку максимальную. Когда я дома, я максимально даю… А что значит давать любовь? А вот сейчас это примитивно, потому что ей сколько еще трех лет нету. Это просто с ней проводить время, играть с ней, говорить ей слова любви, говорить ей, кто она, что она там, божий ребенок, что я ее люблю, что она молодец. Ну, то есть такие вещи, когда там, да, говорят, что до трех лет ребенок воспринимает там до 80% информации, ну, на всю жизнь потом это у него все остается. Поэтому там говорят такие фразы, там, спасибо говорить ребенку, извиняться перед ребенком, что там ты не прав. То есть такие вещи ты закладываешь и, конечно же, отношения моей с женой, которые ребенок считывает на себе моментально. Как мы с ней общаемся, как мы себя ведем друг с другом. Какая, вот, может быть, можешь поделиться мудростью, я знаю, у вас очень мудрый отец, какая-то, может быть, главный принцип он передал вам? Или есть ряд принципов, которые он передал, которые вот ты транслируешь свою семью в другие семьи? Ну, их очень много и тут не хватит интервью, чтобы перечислить, что нам, что отец у нас закладывал. Ну, есть такая одна история, и она мне очень нравится, она мне помогает по жизни. Мы как-то с ним были, нас позвал человек один в гости за границу. И что-то мы там поужинали, я ему говорю спасибо. Ну, и все, мы там уходим, он говорит, скажи еще раз спасибо. Я такой, спасибо. Потом что-то уезжаем уже от него там на следующий день, он говорит, скажи спасибо. Я говорю, правда, я уже сказал спасибо. Он говорит, спасибо, никогда не будет много. И вот, когда ты человека благодаришь, ты вызываешь у него какую-то эмоцию, которая опять же начинает у тебя быть коннект с человеком. Поэтому благодарность людям, ну, в первую очередь, конечно, Богу. Благодарность. Всегда благодарите, а много не бывает. Поэтому, да. Шик. Мне нравится прям еще какой-то совет, мудрость. Он всегда, всегда, всегда говорит о том, что нужно почитать родителей, и не только родители, а именно взрослых, старшее поколение, те, кто за нас молятся, те, кто за нас там стоят, там, так скажем, ну, в проломе, да, за нас, то есть надо их почитать. Какая ажиативная, например, тупят родители или им… Они не могут тупить, они твои родители, они дали тебе жизнь, не могут тупить. Вот. Ты можешь их не понимать, это было у каждого человека в жизни, ты можешь их не понимать. Но, опять же, со временем ты понимаешь, что они по-другому не могли. Как говорит моя мама, то, что ты сделал, это было единственное твое правильное решение. То есть вот ты его сделал, там, правильно, неправильно, все. Ну, ты сделал все, значит, это правильно. Вот. И поэтому я не могу сказать, что родители там тупят или делают что-то неправильно. Они делают так, как они знают. Вот. Почитать их, уважать надо родителей. Ну, не только вообще старших, старшее поколение. Я с тобой солидарен. Благодарю. Я думаю, что этот совет нужно нам всем запоминать. Тим, я думаю, что мы будем завершать нашу программу. Давай. Куда нам не хотелось. Для этого тебе нужно будет сейчас… Что сделать, да? Ну, я думаю, знаешь что, можно помолиться за наших зрителей, если ты не против. Или ты можешь, ну, как бы сказать, знаешь, послание в жизни. Если бы у человека была одна минута, вот он просто листает канал, например, и вот видит твое лицо, такой, ого, интересно. И вот что, что бы это было, знаешь, за послание такое? Женщина, можешь прямо вот на… Ну, можешь подумать, вот взять время, подумать вот такое вот послание, которое ты бы хотел, чтобы человек услышал. Да, я думать, наверное, не буду. Здесь… Это… Опять же, все, наверное… Это не банально, это суть нашей жизни. Я хочу сказать зрителям, кто нас смотрит, пусть вас Бог благословит. И всегда знайте, что он рядом с вами, что он всегда за вас. И вы будете успешны в нем и с ним. Всем спасибо. Вау. Всем до свидания. Друзья, это был Тимофей Шатров. Спасибо тебе, Тим, за эту программу. Я искренне тебе благодарен. Надеюсь, что ты не разочаровался во мне и в программе. Спасибо. 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 Спасибо.